Всем привет! В данном видео вы узнаете, как правильно настроить и оптимизировать Windows 10 под себя. Мы разберем отключение ненужных функций, которыми вы не пользуетесь, в том числе функции слежения и сбора информации о вас. В совокупности данные настройки позволят работать в системе на максимальной производительности. В общем, в этом видео большинство зрителей получит много полезной информации, после чего работать с Windows 10 станет намного проще, приятней, комфортней и быстрей. Итак, приступим к настройкам системы и повышению производительности Windows 10. Начнем с параметров электропитания. В поисковике Windows пишем «Питание» и жмем на «Выбор схемы управления питанием». Здесь ставим галочку напротив «Высокая производительность» И заходим в настройки «Схемы напротив нее». Далее «Изменить дополнительные параметры питания». В этом окне, если у вас в ПК системный жесткий диск HDD, ставим значение 500. Тогда он у вас будет работать непрерывно и после включения не будет уходить в спящий режим через некоторое время. Тем самым, парковочная головка диска будет изнашиваться меньше и он прослужит дольше. Также повысится время отклика диска, так как он будет постоянно в активном режиме после запуска. А если у вас в системе используется накопитель SSD, здесь ничего менять не нужно. Оставляем все как есть. Спускаемся чуть ниже и открываем «Управление питанием процессора». Далее «Максимальное состояние процессора». Проверяем, чтобы было 100%. Если здесь другие значения, то исправляем на 100%. То же самое проделываем с графой и «Минимальное состояние процессора». Жмем «Применить» и «Ок». Сохраняем изменения, если требуется. И возвращаемся обратно в меню электропитания. Если изначально у вас нет графы выбора «Высокая производительность», то ее можно создать. Жмем на «Создание схемы управлением питания». Пишем в названии схемы «Высокая производительность». Жмем «Далее» и «Создать». После чего она будет создана. Выбираем ее и проверяем в ней ранее озвученные мной настройки. Думаю, здесь все понятно. Закрываем это окно. Теперь отключаем надоедливые уведомления Windows, которые всплывают постоянно при каких-либо действиях. Для этого в поисковике пишем «Контроль». Здесь выбираем изменение параметров контроля учетных записей и перетягиваем ползунок в самый низ, как у меня. После чего жмем «Ок». Теперь отключаем точки восстановления системы в защите Windows, так как эта служба постоянно работает и расходует при этом немало ресурсов. Также многократное и постоянное создание точек восстановления уменьшает жизнь для работы SSD дисков. Для этого в поисковике пишем «Система» и жмем на нее. Здесь жмем «Защита системы». Выбираем диск C и жмем «Настроить». Ставим галочку на «Отключить защиту системы». «Применить», «Да» и «Ок». И еще раз «Ок». То же самое проделываем это и с диском D. Лично я точками восстановления никогда не пользуюсь и пользоваться не собираюсь, так как на практике стопроцентного восстановления иногда не происходит. Поэтому многие пользователи отключают данную функцию, а вы, в свою очередь, делайте так, как вы посчитаете нужным. Итак, закрываем все окна и идем дальше. Отключаем автозапуск ненужных приложений, так как они очень сильно нагружают систему. Для этого правой кнопкой мыши жмем на «Пуск». Выбираем «Диспетчер задач». И здесь нажимаем «Автозагрузка». В моем случае у меня всего два работающих приложения, которые начинают работать сразу при запуске Windows. Это «Встроенный антивирус от Windows» и «Диспетчер Realtek» – звуковых приложений. Я их не отключаю и вам советую. Если у вас будут другие различные приложения, а тем более с высоким показателем нагрузки на систему, можете смело их отключать. Жмете курсором мыши на приложение, которое нужно отключить и нажимаете кнопку «Отключить». Далее закрываем это окно и переходим к отключению ненужных визуальных эффектов. Для этого пишем в поисковике «Система». Жмем «Энтер». Здесь дополнительно «Параметры системы» и заходим в «Параметры быстродействия». Здесь оставляем галочки, как у меня, остальные убираем. Жмем «Применить» и «Ок». После чего закрываем все окна. Переходим к настройкам параметров системы. Для этого жмем на «Пуск» и «Параметры». Здесь начнем с персонализации. В этом окне можно настроить фон рабочего стола, то есть разместить свое фото, которое вам нравится, на весь рабочий стол. Выбрать фото можно, нажав на клавишу «Обзор» и здесь найти картинку, которая у вас сохранена на каком-либо диске или папке. Находим фото, жмем на него и нажимаем «Выбор картинки». Также вместо фото можно поставить сплошной цвет рабочего стола, который вам наиболее приятен. Выбирать слайд-шоу я не советую, так как он затрачивает дополнительные ресурсы системы. Далее переходим в цвета. Здесь можно поставить темный режим либо светлый, как у меня. Если у вас включен эффект прозрачности, то отключаем данный ползунок, так как он сильно влияет на производительность. Далее выбираем пуск. Здесь оставляем ползунки включенные, как у меня. Спускаемся чуть ниже и жмем по этой ссылке. Выберите, какие папки будут отображаться в меню «Пуск». Здесь все отключаем, кроме параметров. Теперь при нажатии на «Пуск» будут отображаться только параметры. Если вам, кроме параметров, нужна кнопка, например, «Документы», «Загрузки», «Музыка» и так далее, то оставляйте включенные нужные вам ползунки. Переходим на шаг назад. Жмем на панель задач. В этом окне выставляем ползунки, как у меня, что также разгрузит немного систему. Опускаемся чуть ниже и в области уведомлений жмем на «Включение и выключение системных значков». Здесь я все отключаю, кроме «Часы», «Громкость», «Сеть» и «Индикатор ввода». Если у вас ноутбук, то оставляйте включенным ползунок питания. Оставив необходимые значки, они будут отображаться у вас в правом нижнем углу рабочего стола. Возвращаемся назад и в самом низу отключаем ползунок «Люди», если до этого он у вас был включен. Возвращаемся в «Параметры». Здесь заходим в «Приложения», «Автономные карты», заходим в них. Здесь жмем «Удалить все карты». «Удалить все». И внизу отключаем обновление карт. Переходим к автозагрузке. Здесь можно отключить те приложения, которые вы не хотите, чтобы автоматически запускались при запуске Windows. Советую оставлять включенным антивирус и диспетчер Realtek, если он есть. Остальные приложения можете отключить на ваш выбор. Тем самым работа Windows будет не так нагружена. В моем случае в автозагрузке всего два приложения. У вас может быть больше. Возвращаемся в главное меню и жмем «Система». Здесь во вкладке «Дисплей», включив ползунок «Ночной свет» и зайдя в «Параметры ночного света», можно настроить цветовую температуру дисплея для комфортной работы за монитором в ночное время. Эта функция очень полезна для глаз. Также здесь можно запланировать автоматическое включение данной функции в то время, которое вы выставите. Возвращаемся на шаг назад и заходим в «Уведомления и действия». Здесь отключаем все ползунки, как у меня, если до этого они были включены. Далее, чуть выше, заходим в «Добавить-удалить» — «Быстрые действия» и отключаем все ползунки, в результате чего окна данных «Быстрых действий» не будут отображаться в области уведомлений. 99% пользователей ими не пользуются. Возвращаемся назад и переходим к «Фокусировки внимания». Здесь отключаем все ползунки, как у меня, и убираем галочку в «Показе сводных данных». Также выключаем «Получать все уведомления от приложения и контактов». Переходим в «Питание и спящий режим». Здесь для персонального компьютера лучше поставить при питании от сети «Отключать экран через 25 минут». Сон — «Никогда». Для ноутбука экран 10 минут. Сон — 15 минут. Тем самым сэкономится энергия вашей батареи в ноутбуке. Теперь переходим в «Память устройства». Здесь вы можете удалить различный мусор и временные файлы, которые накопились на системном диске C. Нажав на «Освободить место сейчас», после сбора данных отмечайте галочкой, например, «Отчистка обновлений Windows», как у меня. Данные обновления уже не нужны, а занимают место почти 4 гигабайта. Жмем «Удалить отмеченные файлы», и на диске C становится побольше свободного места. А так как у меня системный SSD диск всего 120 гигабайт, то эта функция очень даже полезна. Если не хотите вручную заморачиваться с этим, то возвращаемся назад и проверяем, чтобы был ползунок контроля памяти в положении «Включено». Тем самым Windows раз в месяц автоматически будет избавляться от лишнего мусора. Также чуть ниже есть полезная функция для тех, у кого маленький диск C. Если нажать на «Место сохранения нового содержимого», то здесь можно выбрать другой диск для сохранения различных файлов и приложений, а не на диске C по умолчанию. Возвращаемся назад и переходим в режим планшета. Если у вас не сенсорный экран, то выставляем настройки, как у меня. В первом случае ставим режим рабочего стола, во втором случае не запрашивать разрешение и не переключать режим. Также ставим ползунки в положение «Выключено». Далее нажимаем «Многозадачность». И здесь оставляем такие настройки, как у меня. Это позволит одновременно разместить открытые окна на мониторе. Причем окна будут раскрыты на весь экран и иметь одинаковый размер. Сейчас покажу, как это работает. Сворачиваем окно параметров, тянем его до упора в правый, левый или верхний край монитора. Как только появится прозрачный фон, отпускаем кнопку мыши, после чего окно автоматически распределяется на половину экрана. Теперь открываем любое другое окно, к примеру, мой компьютер, и перетаскиваем его в противоположную сторону. После чего мы получаем два разных окна с одинаковым размером. Для кого-то эта функция будет полезной. Итак, возвращаемся опять в параметры и переходим в раздел «Проецирование на этот компьютер». В большинстве компьютеров эта функция не поддерживается. Если она у вас включена, то можете отключить ее. Далее жмем «Общие возможности». Здесь, если вы не используете функцию передачи между устройствами, то отключаете ее. Я оставлю ее включенной. Далее жмем на буфер обмена. Я не использую журнал буфера обмена, поэтому у меня ползунок отключен, что и вам советую. Жмем «Удаленный рабочий стол». Здесь, если вы не используете удаленное подключение с других компьютеров к вашему рабочему столу, то отключайте данную функцию. Тем более, что данная функция недоступна для домашних версий Windows 10. Лично я для удаленного доступа использую отдельное приложение «Tiamweaver». Возвращаемся в главное меню и переходим в «Игры». Здесь жмем «Игровой режим». Теперь отключаем ползунок режим игры, если вы используете компьютер только для работы и не играете на нем. И наоборот, включаем режим игры, если вы регулярно используете компьютер для игр. Так как данный включенный режим позволит оптимизировать систему исключительно для игр. Также проверьте, отключена ли у вас автоматическая запись игр. Это очень сильно влияет на производительность. Для этого заходим в «Клипы» и отключаем «Вести запись в фоновом режиме», пока идет игра. Также отключаем ползунок в меню «Игры». Возвращаемся в главное меню и заходим в «Специальные возможности». Жмем на «Голосовые функции» и отключаем «Распознавание речи», так как данная функция работает только в Европе и США. Далее жмем «Клавиатура». Здесь отключаем все ползунки и галочки, как у меня, так как в 99% случаях ими никто не пользуется. Нажимаем мышь и проверяем отключение данного ползунка, так как данная функция уж точно вами не будет использоваться. Переходим в главное меню и открываем «Конфиденциальность». Данные настройки отвечают за сбор информации о пользователе и определении его местоположения. Здесь вначале отключаем все ползунки, оставляем включенными, только разрешить Windows отслеживать запуски приложений для улучшения меню «Пуск» и результатов поиска. Далее жмем «Голосовые функции» и проверяем отключение данного ползунка, отвечающий за распознавание голоса в сети. Жмем «Персонализация рукописного ввода с клавиатуры». Смело можно отключить данную функцию. Далее жмем «Диагностика и отзывы». Здесь проверяем, чтобы был выбран первый вариант. И внизу проверяем отключение всех параметров, как у меня. А в частоте формирования отзывов выставляем вариант «Никогда». Теперь открываем журнал действий, снимаем все галочки и очищаем журнал действий. Далее расположение и проверяем, чтобы определение места расположения было выключено. Если оно включено, то изменяем его. Спускаемся чуть ниже и проверяем, чтобы было все отключено. Далее жмем «Камера». Если вы не используете камеру или у вас ее нет, то отключаем доступ к камере. Если вы используете камеру, то оставляем ползунок включенным. Далее жмем «Микрофон». Здесь ничего не трогаем и двигаемся далее. Если в списке слева у вас есть голосовая активация, то отключаем ее. Теперь жмем «Уведомления». Здесь должно быть все включено. А все, что ниже уведомлений. «Сведения об учетной записи» – отключаем ползунок. «Контакты» – отключаем. «Календарь». «Журнал вызовов». «Электронная почта». «Задачи». «Обмен сообщениями». «Радио». «Другие устройства». «Фоновые приложения». «Диагностика приложений». «Автоматическое скачивание файлов». А вот последние четыре приложения должны быть включены. Это «Документы», «Изображения», «Видео» и «Файловая система». Возвращаемся в главное меню и жмем «Обновление и безопасность». Далее «Дополнительные параметры». И выставляем все ползунки, как у меня. Тогда внезапное обновление Windows будет исключено. Также в выборе «Когда устанавливать обновления» поставьте «Semi-Annual Chanel». Тем самым вы будете получать только уже обкатанные протестированные обновления, а не беты обновления, которые иногда могут глючить. Чуть ниже жмем «Оптимизация доставки». И отключаем «Разрешить загрузку с других компьютеров». Возвращаемся в главное меню и жмем «Устройство». Здесь жмем «Перо и Windows Ink» и убираем галочки в этих местах, как у меня. Эти функции нужны лишь в том случае, если у вас сенсорный экран. Если это так, то галочки оставляем. Также, если у вас возникли проблемы с интернетом, можно сделать сброс сети и вернуть ее к первоначальным настройкам, что очень удобно. Для этого возвращаемся в главное меню, заходим «Сеть и интернет» и внизу нажимаем «Сброс сети». Ну и в конце хотелось бы добавить, что это не окончательные настройки Windows 10, а лишь наиболее актуальные для улучшения производительности и оптимизации системы, которыми пользуется большинство продвинутых пользователей. На этом все, дорогие друзья. Теперь вы знаете, как оптимизировать и настроить систему Windows 10 для себя. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok